Десятая глава книги пророка Осии Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят, нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дарь царю Иореву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам, покройте нас, и холмам падите на нас. Божий больше, нежели во дни гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телиться, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе вправду и пожнете милость, Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Вифиль за крайнее нечестие ваше.